Ручку, бумагу, пишите. Тебе нужно быть с вами лично, без мамы, без... Нет, я не собираюсь с вами лично разговаривать. Дорогая моя, простите, пожалуйста, по-человечески, я вам еще по-человечески, вы со мной, пожалуйста, поговорите сейчас и предоставьте мне возможность улететь домой, потому что мне нужно, извините, пожалуйста, тренироваться и репетировать по 5 часов в день. Вы что со мной делаете? Дорогая моя, вы просто не понимаете, что вы сейчас делаете и какой международный скандал это будет. I will make it really international scandal because of you. Понимаешь? И у меня все возможности. У меня в Твиттере 68 тысяч подписчиков, просто моими, людей реальных, не купленных, фолловеров, а моих людей, да? Сейчас у меня компоненты В, вот я просто не поясню, я продам эту запись, ребята. Я вот за те деньги, которые вы мне предлагали улететь за 3 тысячи долларов в Москву, представляете, я на Мальдиву улетала за тысячу, бизнес-класса. Что вы делаете? Понимаете ли мне? Так, дай возможность людям сказать что-то. Скажите мне, пожалуйста. Как вас зовут? Очень приятно. По поводу причины, которую мы озвучили, это не совсем правда. Ну, это вы сейчас будете рассказывать. Ну, во всяком случае, самолета нет и мы не улетели. Не завелся двигатель, ребята, причина возникает. Ну, все. Знаете, вы мне не рассказываете причины. Ну, мы, во всяком случае, вас оказали здесь. Дело не в причине. Мы пришли вовремя. Мы пришли вовремя. Это не стопроцентная вина компании. Это стопроцентная вина компании. Хорошо, если вина компании, вы не делаете компании вашей самолет, так вы решаете проблему, как пассажирам улететь домой. Хорошо, я здесь стою сейчас в ВИПе, давайте так, ребята. А люди, которые сидели на борту в эконом-классе, летели, я даже не представляю, что с ними происходит. Я просто реально за людей. Все спокойно, что сделаешь? Ну, у них, значит, есть куда, значит, они местные жители. А вы знаете, СОСОПа... Прекрасно. Подожди. Спокойно, перепродировавшись, все спокойно. Люди, часть местная, часть, которая уже в госнинсе отдыхает. Из них 4 человека в госнинсе. Прекрасно. А СОСОПа в Лиашвили заставили купить билет. И нас заставили... Он только что был СОСОП, подтвердит это мой друг. Мы только что были здесь, нас заставили купить билет и всучили нам билет, это по-другому не назвать, за 3 тысячи долларов. С какого перепуга мы должны платить за то, чтобы сидеть, извините, пожалуйста, и здесь. Слава Богу, здесь в аэропорту работают еще випи нормальные люди, которые нас обхаживали вниманием, добротой и заботой. Вы мне рассказывайте, пожалуйста, что мне делать. Мне абсолютно по барабану, какая у вас причина того, что не вылетел самолет. Как мне попасть в Москву? Мне и моей семье. Мне завтра утром, в 8 утра нужно быть в Москве. Понимаете? Как вы собираете решать этот вопрос? Есть самолет в 5.10 утра? В 5.20 утра, завтра. Есть самолет на вылетенном, непосредственно. Решайте этот вопрос. И объясните, пожалуйста, почему вот так произошло? Но вы не думаете, что эта ситуация просто так и закроется? Пусть когда выпускают Анастасия, говорят, лично с начальницей. С начальницей? А вы тогда кто? Вы знаете, я вам сейчас расскажу. Подожди, нет, не надо, Настя. Вы понимаете, мы тогда выпускаем сотрудники, с начальницей, которая сверху, понимаете, как в Киеве не ходится. Правильно? Я не знаю, правильно. Я вообще не знаю. Я не хочу знать, что у вас это не раз. Настя. Мы не раздаем просто какие-то указания, пресс, начальницей. Хорошо, объясните, пожалуйста, почему у вас люди эконом-класса влетели? Ну давайте так тогда. Я хочу до конца разобраться. Эконом-классы люди влетели, а не в гостинице, да? А мы почему здесь? Почему мы здесь? Объясните мне, пожалуйста. В ходу гостиницы мы тоже как бы отрошались, а просто даже поршаются. Вы понимаете, вы не знаете меня, дорогая моя Даша. Я сейчас подниму список пассажиров, это несложно сделать. Я узнаю всех фамилий, имена, отчества. Давай нас будет пока что интересовать только наша семья. Хорошо, наша ситуация. Что вы мне говорите? Сейчас представитель второй, разговаривать с начальницей, кто не посредством. Очень хорошо. Мне с вас нужна оплата моего отеля и помена билетов на рейс на Москву. Вот это будет урок отрона, по 20, по 20. Уилет 5-20, вы можете мне другой вариант предложить? Поставьте мне частный самолет, я уничтожаю, и мы ситуацию за мной. Понятно, расскажите мне, пожалуйста, где ваш игрок? Давайте мне нужен телефонный разговор, видите, почему они как крысы все разбегают.